В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях вышедшего года. Чем он запомнился, чем отличился, чем порадовал, а может огорчил. Все, что активно обсуждалось в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем начало осени 2019-го. Уже осенью саровские автолюбители оценили на улице Семашко расширенную дорогу с высокопрочным покрытием. Там в октябре положили третий слой асфальта на основе щебеночно-мастичного асфальтобетона. Такой состав применяется в основном на трассах федерального назначения. В нашем городе улица Семашко – первая дорога с износостойким покрытием. О составе и производстве материала расскажем далее. Состав щебеночно-мастичного асфальтобетона изобрели в Германии еще в середине прошлого века. В России он применяется более 10 лет в основном на трассах с большим грузопотоком. Это дороги федерального назначения и автострада мегаполисов. Теперь оценить новый материал смогут и саровчане. Завершающее покрытие улицы Семашко делается именно из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это стало возможным благодаря новому асфальтному заводу, установленному за третьим КПП. Это завод фирмы Вибау. Система управления стоит немецкая, фирма Мепротек. Здесь весовое дозирование точное, температурные режимы, везде стоят температурные датчики. Оператор в реальный момент времени видит на мониторах, что происходит с заводом. В кабине находится один человек и управляет полностью заводом. Производительность завода – 160 тонн в час. Он пятифракционный. Также на заводе установлено современное фильтровальное оборудование. Поэтому выброс пыли в атмосферу составляет меньше 10 миллиграммов на кубометр. У него из трубы есть, вот идет там никогда не идет пыль. Если мы видим сейчас, это пар идет. Просто идет горячий воздух и вода. Летом вообще не видно ничего. То есть это не старые заводы, где вокруг завода все было в метровом слое пыли. Здесь очень европейские требования к экологии. Щебеночно-мастичный асфальтобетон отличается от традиционных асфальтобетонных смесей тем, что в нем содержится до 80% щебня и до 7,5% битума. Удерживать в материале большое количество битума позволяет стабилизирующая добавка. Вот этого биотопа в 2 тонны всего добавляем 7 килограмм. И качество резко меняется. А меняется за то, что происходит лучше адгезия. То есть адгезия – это прилипание битума к щебню. А если щебень хорошо обволакивается битумом, прилипает, значит камушки будут прилипать и она будет долго стоять. На заводе работает собственная лаборатория, сотрудники которой строго следят за соблюдением технологии производства. Все материалы тестируют на соответствие определенным параметрам. Если есть незначительные отклонения, то вносят корректировки в программу. Если представленные материалы не соответствуют ГОСТу, их отправляют обратно поставщику. То есть работаем только по ГОСТу, чтобы наш асфальт был прочным, надежным. Если что-то не так, то сразу же вносятся корректировки на сам завод. После запуска производства мы формуем вот такие образцы из асфальта и проверяем их на прочность, на водонасыщение, ну то есть все, с чем может столкнуться асфальт в реальных условиях. В лаборатории есть образцы составов старого и нового асфальтового покрытия. Разница между ними очевидна. Во-первых, то, что используется щебень только горных пород, вот он серенький на срезе, высокопрочный. Старый асфальт на известняковом, он малопрочный. Второе, это то, что больше добавлено битума, плюс еще минеральные добавки, минеральный порошок, адгезия. То есть рецепт уже сложнее. Укладывают смесь тонкими слоями, тем самым снижается удельный расход материала. Цена сырья для приготовления щебеночно-мастичного асфальтобетона выше, чем традиционного асфальта. Но и качество его возрастает. Он как бы имеет свойство самозалечивания. То есть в температурном режиме, когда зима, весна, лето, температурные трещины происходят в обычном асфальтобетоне. Здесь они заглаживаются. В течение хорошей погоды, при солнечной погоде, они будут самоликвидироваться. До завершения работ на улице Семашко осталось совсем немного времени. Дорогу откроют раньше запланированного срока, так как работы ведутся с опережением и графиком. Проект, который объединяет людей двух поколений, тех, чьими стараниями создавался и совершенствовался Саров, и тех, кому еще предстоит совершать великие дела для нашего города. В сентябре в сквере Саровского драматического театра состоялось торжественное награждение победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса «Слава Созидателям». Юные саровчане написали сочинения о людях, которые внесли вклад в развитие атомной отрасли и атомного ледокольного флота. Почетные грамоты и подарки получили семь победителей и 25 призеров. Парад Созидателей – традиционное завершение муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса, который проводится по инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом». В этом году сотни саровских школьников писали сочинения о созидателях атомной отрасли и атомного ледокольного флота, а также о вкладах членов своей семьи, работающих в Урфеатсмнеев. Для чего это нужно? Чтобы мы поблагодарили тех, кто создавал ядерный щит России, кто строил наш город, отдали дань, уважение этим людям. Во-вторых, для того, чтобы мы поблагодарили тех, кто и сегодня трудится на благо укрепления обороноспособности нашей страны, развития фундаментальных исследований гражданской продукции. 2000 саровских школьников приняли участие в конкурсе «Слава Созидателям». Из 122 сочинений жюри выбрало 32 лучших. На торжественное награждение пригласили победителей и героев работ. Группа поддержки из числа учащихся, педагогов, родителей, ветеранов и гостей. Ученица 14-й школы Виктория Аладина третий год участвует в конкурсе. В этом году она написала о заслугах своего дедушки и стала призером. Я рассказывала о своем дедушке, о том, как он приехал в город, какую деятельность он вел, с чего начинал и как все происходило. Самое главное, что дети услышали подлинные истории своих знакомых, родных, наших земляков и смогли рассказать об этом большому количеству людей. Дедушка Виктории проработал в ядерном центре 43 года и внес большой вклад в развитие города и атомной отрасли. С первого дня моего пребывания и до ухода на пенсию был в воспитательном подразделении, прошел путь от инженера до начальника отделения испытательного. На моем счету более 50 испытаний на полигольных, на различных. Так что я все это и рассказал. Как приехал в город, какой был город. У меня это было удивительно новое. Программу награждений украсили творческие номера лучших артистов города. Осенью 2019 года открылся после реконструкции стадион 16-й школы. Этого события ждали многие горожане, которые занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. На торжественном открытии стадиона побывала наша съемочная группа. Почти 10 лет 16-я школа ждала новый стадион. И, наконец, при помощи областных властей, городской думы и администрации этот вопрос удалось решить. Я очень рада, что теперь дети нашей школы и окрестных школ получили вот такую возможность заниматься на новом спортивном стадионе. Ну и я надеюсь, что нас ждут, по крайней мере, олимпийские рекорды. Программа по реконструкции школьных стадионов родилась у депутатов городской думы. Народные избранники заметили, что в городе растет количество людей, которые уделяют внимание своему здоровью, занимаются физкультурой и спортом. Основы такого образа жизни закладывают в детстве. Обновленный стадион с развитой инфраструктурой и современным оборудованием необходим для полноценного и гармоничного развития школьников. На торжественном открытии народные избранники поздравили ребят с появлением нового спортивного объекта. Мы желаем вам, активно занимаясь спортом на этом стадионе, беречь его, чтобы он через 10 лет был еще краше. Это трудно и в то же время легко. Просто нужно любить свой город, свой микрорайон, свою улицу и свою школу. Планируется, что пользоваться спортивным сооружением со временем станут и жители микрорайона. Стадион школы номер 16 – не единственный объект, который депутаты планируют реализовать. Следующий межшкольный стадион должен появиться у школы номер 7, затем 12 и может быть 13 школа. То есть посмотрим, как программа себя зарекомендует. Мы очень довольны, что здесь нам на встречу пошла администрация города, включили эти межшкольные стадионы в бюджет и мы продолжим эту работу. После торжественного открытия стадиона ученики смогли сразу же опробовать все спортивные площадки, беговые дорожки, зоны для прыжков, поиграть в игры и принять участие в эстафетах. 28 сентября 1942 года в Советском Союзе было издано распоряжение о необходимости начать работу с ураном. Эта дата и считается днем зарождения в России атомной энергетики и профессиональным праздником тех, кто трудится в этой отрасли. В отечественной атомной промышленности всегда работали настоящие профессионалы. Именно благодаря их труду и был создан мощный потенциал отрасли. Открылись уникальные возможности для освоения космоса и Арктики. Развитие энергетики, науки и здравоохранения. Атомная отрасль является локомотивом промышленности России. Это почетно и сложно и трудно. И сегодня мы говорим о том, что в рамках реализации национальных программ одной из главных задач является задача, связанная с обеспечением обороноспособности. В этот вечер много теплых слов и поздравлений в первую очередь звучали в адрес тех, кто не один десяток лет посвятил работе в атомной отрасли. Проводя испытания, создавая чертежи и макеты, разрабатывая изделия. Для многих из них День работника атомной промышленности – это особенный праздник. День работника атомной промышленности – это действительно очень важный и значимый праздник. В этой отрасли работают тысячи людей на переднем крае науки, производства, технологии. Это действительно очень важный и очень ответственный такой праздник для страны и для нашей. С Днем работника атомной промышленности сотрудников Российского федерального ядерного центра поздравили первые лица страны области. Руководители ядерно-оружейного комплекса и предприятий атомной отрасли – первые лица города. Но главное, что ветераны отрасли смогли сами лично поздравить бывших коллег и вспомнить былые времена. Увидеть кого-то из своих, может быть, друзей, знакомых, всегда приятно, когда особенно уже несколько лет дома находишься, редко встречаешься, всегда приятно кого-то увидеть из родных. Я вспоминаю так, как я работал, это первое. А второе, гордость за тех людей, которые тогда работали вместе со мной. Это были тяжелые годы, но очень хорошие годы. Мне бы хотелось поздравить всех работников ядерного центра, а также всех его ветеранов с этим замечательным праздником. Хотелось бы пожелать им самого доброго здоровья, удачи, оптимизма. Не обошлось и без наград. В этот вечер директор Российского федерального ядерного центра вручил знак отличия за вклад в развитие атомной отрасли первой степени Александру Петровичу Федотову, одному из последних свидетелей и непосредственных участников разработки, изготовления и испытания РДС-1. Завершился праздничный вечер выступлением артистов из Москвы. Впервые в Сарове на новой набережной реки Сатис прошел самый вкусный фестиваль 2019 года. Гости праздника познакомились с продукцией саровских производителей, попробовали блюда из кафе и ресторанов нашего города, поучаствовали в мастер-классах и различных конкурсах. Подробности в следующем репортаже. Невероятные запахи жареного мяса, кофе и аппетитных булочек витают на гастрономическом фестивале «Вкусно-фест». Здесь любой желающий может продегустировать понравившиеся блюда и насладиться приятной музыкой на свежем воздухе. Пельмени, шашлык, бургеры и роллы, долма и пирожки – все это готовили 14 участников «Вкусно-феста» прямо на глазах саровчан. Гастрономический фестиваль в нашем городе организовали впервые. Инициативу Ассоциации промышленников и предпринимателей поддержали бизнесмены из Сарова, Нижнего Новгорода, Дивеева и Ёжкаралы. Предприниматели – это большая сила. И если нужно, в любой момент они могут объединиться и доказать, что они лучшие. Первый раз такое мероприятие нам было очень сложно придумать, организовать и собрать здесь на площадке. Ассоциация промышленников и предпринимателей объединяет вокруг себя и промышленные предприятия, и малый бизнес, который когда-нибудь станет крупным бизнесом. Василий Дмитриев вместе со своей командой приехал из Нижнего Новгорода. Он руководит крафтовой сыроварней «Сырные ясли». Начиналось все с простого увлечения, которое за три года переросло в успешный бизнес. Мы делаем сыр из натуральных ингредиентов. Это молоко от коровшвейской породы. То есть это очень высокого качества молоко. Плюс натуральные ферменты и закваски. Никакой химии при производстве сыров мы не используем. Также у нас есть камера с возревания для сыров, где мы проводим афинаш так называемый. Все сыры, которые сегодня здесь представлены, это сыры выдержанные, выдержкой от трех месяцев до года. Также мы сюда привезли молодые сыры. В рамках фестиваля в кулинарной битве сразились чиновники, предприниматели и молодежь. Команды пекли блины с начинками из фруктов и морепродуктов. Жюри попробовала блюда всех конкурсантов. Лучшей стала команда студентов, которая приготовила американский завтрак в «Испоминании о лете». На фестивале гости могли продегустировать и приобрести еду, прогуляться по живописной набережной, которую в этом году построила компания «Саров Инвест», станцевать зумбу, сняться на фоне осенних фото-зон, поучаствовать в розыгрышах призов и послушать живую музыку. Ярким финальным аккордом стала экстремальная флайт-борд-шоу. Артисты буквально летали над водой и исполняли трюки в светодиодных костюмах. Завершился вечер праздничным фейерверком. Такими нам запомнили сентябрь и октябрь ушедшего года. Ну а вспомните важные для вас события 2019-го и пересмотрите репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютубе. Также все новости ищите в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. А уже завтра мы расскажем о том, какими были ноябрь и декабрь 2019-го года. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и только хороших новостей в наступившем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова